Всем привет! Меня зовут Оксана, мне 46 лет и за 15 месяцев я похудела на 60 килограмм. Это для тех, кто меня не знает еще. А для моих уже постоянных зрителей я хочу вам выразить огромную благодарность за то, что вы откликнулись на мою просьбу в комментариях. Если нечего написать, то хотя бы смайлик, прислать цветочек или как бы привет-привет смайлик. Это действительно очень помогает продвижению видео. Ну и конечно же канал будет развиваться. Ну и естественно, чем нас будет больше, тем больше будет наша ПП-компания, как я называю. Присоединяйтесь в нашу ПП-компанию. Поэтому огромное-огромное всем спасибо, даже за смайлик, потому что я вижу, что вы реальные люди, а не цифра просмотров 300, 500 или 1000. Ну и теперь поехали! Всем доброго утра! У меня сегодня понедельник. Приморозило опять. Чисти снег. С утра пораньше. Но зато солнечно. Ну поэтому и приморозило, да? Видите, солнышко светит там из-за домов. Красота. Гуляем с собаками. Собираемся на работу. Помните, в детстве мои мальчишки меня встречали из магазина. Мама, что купила? Так я теперь в магазин прихожу и показываю, что купила. Вернее, что принесла, да, с собой. В общем, у меня здесь шампиньоны. На работе закончилась сметанка. Там, видите, весы у нас какие красивые. На работе тоже есть весы. Здесь у меня мандарины. Грудка индейки. И пекинская капуста. Все. Ставлю чайничек. И ставлю варить кашу. Сегодня будет каша, наверное, на завтрак. Неизменная привычка. Особенно. Фокус. Особенно перед завтраком пить большую крошку горячей воды. Кашка у меня варится. Кофе уже сварился. А мяско на обед еще не ставила запекаться. Чуть попозже поставлю. Завтрак готов. Здесь у меня кашка. Варила ее на воде. И добавила 5 грамм сливочного масла. Вот оно тает. Геркулес. Долгой варки. Очень вкусно. Мандаринка. И кофе черный. Черный, без сливок, потому что забыла купить. Вообще забыла про них. Ну да ладно. Меньше калорий съем. Всем приятного аппетита, кто ест со мной. Посмотрите, какой у меня обед прекрасный. В общем, шампиньоны я взвешила вам в скриншот. Поставлю в свежем виде. Их вес. Они у меня просто запеченные. Без какой-либо добавки. Даже не солила. Здесь 40 грамм сметанки. 154 грамма грудки индейки запеченной. И 10 грамм отрубей. Полдничью. Чайник у меня еще не закипел. В общем, у меня здесь мандаринки. 207, по-моему, или 208 грамм. И 25, почти 30 грамм сметаны. Напоминаю, тем, кто худеет. Не то, что даже напоминаю, да, много зрителей новых на канале. Тем, кто худеет, фрукты желательно не более 300 грамм в день кушать. И желательно до 15 часов дня углеводы. А потом уже только белковая пища. Из углеводов это только трава. Ну, то есть овощи. Вот так вот. Так что самое главное, что особенно фруктоза, вот, да, фрукты, они вообще очень сильно мешают худеть. Я когда худела последние месяцы, там вообще сокращала, именно фрукты до 2-3 раз в неделю. То есть как можно меньше я их ела, потому что... Потому что когда килограммов остается очень мало, лишних вес, конечно же, очень, очень туго уходит. Вот. И приходилось себя прям в ежевую рукавицу брать. Ну, и плюс для чего сметанка? Для того, чтобы, знаете, как бывает, яблочко съел, через 15 минут такой жуткий голод нападает, что прям, пиши, пропало. Вот. Чтобы не раздражать желудок, мы едим фрукты со сметанкой. У меня 15% жирности. И таким образом наш организм воспринимает это вообще как нормальную еду. То есть это прям поели. Еще кружечку какао с молоком, либо чая с молоком, либо кофе с молоком запивать. И никакого раздражения не будет, и голода через 15 минут не будет точно, я вас уверяю. Девчата уже, кто попробовал со сметаной есть, даже очень хвалят. Это прям десерт. Очень вкусно. Перекус дома, потому что ужин будет у меня чуть позже, основной. Здесь овощи с грудкой индейки и сметанка. На сегодня последний прием пищи. Скумбрия кусочек 140 грамм и 240 грамм пекинская капуста. А тут помощники. Тут, видите, это для помощников. Куда без них, вот куда? Никуда. Они тоже любят похрустеть. Даже собаки любят пекинскую капусту. Так что вы тоже ешьте с удовольствием. Я вот от нее прям пищу. До завтра. Всем доброго утра и хорошего дня. У меня завтрак. Кашка овсяная, сваренная на воде, с добавлением соли и 5 грамм сливочного масла. Водички, стаканчик я уже выпила. Кофе варится. Просто мне не особо некогда сейчас будет снимать. В общем, девочки, бегу на ревакцинацию, на прививочку. Такие вот дела. Девочки, сижу. Уже у кого-то. Выжидаю 15 минут. Скоро пойду домой. Поликлиника у нас здесь новенькая. Видите, как просторное седло. Очень-очень хорошо. В этот раз поставила себе спутник лайт. На улице буду немножко поснимаю. У нас там снег тает. Даже не верится. Прибежала я уже с поликлиники. Обедаю. Здесь у меня спагетти. 200 грамм. 200 грамм индейка, тушеная с овощами. Спагетти из твердых садов пшеницы. Я, когда худела, не ела. Но я тогда даже не думала об этом. Что, в принципе, такие макароны, они равноценны той же тарелке гречки. Ну вот, по сути, да. Ну, гречка, естественно, на болезни и все такое. Но именно для похудения они особо так же не будут мешать худеть, если мы не будем их целыми днями лопать тазиками. Вот так вот. Ну да, еще 30 грамм сметанки здесь. Сметанку почти везде сую, потому что в моей жизни миллиграммы просто масел жира другого. Вот, поэтому сметанка. Сижу, жду, когда у меня остынет спагетти. Перегрела. Просто кипяток. Голодная. Блин, у меня уже тут почти 4 часа. Обед мой немножко подзатянулся. В общем, обещала вам в поликлинике, что я вам поснимаю на улице. В итоге, знаете, позвонила подружке. И все. И я пропала. Всю дорогу почти до самого магазина. А он здесь рядышком с домом. Проболтали, в общем. В общем, что хотела показать, да, что где черный асфальт и местами снег, тут же снежок уже потаивает. Значит, солнышко начинает пригревать. Господи, столько радости из-за такой мелочи, да. Ну, правда, довольна очень. Вот, после прививки 15 минут посидела, в коридорчике подождала. Вдруг им драть ей хватит, да. Вот, и потом была домой. И, кстати, хорошо сегодня вот так вот шагов намотала. Почти 10 тысяч, да, туда-обратно. Ну, далековато идти, конечно, было. Ходила по записи. Вчера на госуслугах записалась. Прям на сегодня, выходной день. У меня уже просто прошло больше, чем полгода после первой прививки. Вот, и побежала быстрее. Этот раз поставила спутник лайт. Тот раз у меня была двухкомпонентная. Ну, в общем, тот раз у меня реакция такая была немножко. Температура, по-моему, в тот же день поднималась. 37,3, что ли, и все. Нормально. Я принесла, а на вторую вообще ничего не было. Плечо болело. И вот сейчас опять болит. Вместе прививки. Специально в левое поставила, потому что в правую поставить, потом много чего невозможно будет сделать, да. Вот, поэтому сделали ревакцинацию. Очень надеюсь, что в этом году вроде как ожидаются послабления с границами дружественных стран, да, Казахстан. На машинах-то можно ездить. У нас проблема. Либо я работаю, либо муж работает. И мы сейчас к родне вместе не ездим. То есть я езжу отдельно на автобусе. А автобусы не ходят уже больше года. Вот, хотелось бы надеяться, что, конечно, все возобновится, сообщение транспортное, да. Ни поезда не ходят, ни автобусы, только самолеты. А на самолеты, когда я прошлым летом смотрела, была цена в одну сторону, в Казахстан, 64 тысячи рублей. Вы представьте, ну это куда? Это миллионером надо быть. У меня таких, допустим, денег нет в одну сторону. Еще там очень далеко до места, куда мне надо доехать, до мамы. Там еще и поездом бы ехать пришлось. Ну, в общем, такие нерадужные вообще перспективы. В том году я со знакомыми съездила. Они с семьей ехали тоже к родителям. Мы здесь в Тюмени живем, а родители у нас живут в одном поселке там, в Казахстане. Вот, удалось таким способом съездить. В этом году пока не знаю, как туда вообще опять буду попадать. Тяжело, конечно, когда у тебя уже немолодая, вот у меня там немолодая мама, и ты не можешь видеть ее так часто, как ты хочешь. Я раньше ездила хотя бы раз в полгода на автобусе. Ну, а теперь прошлым летом была, получается, год не была, вот съездила год спустя. И сейчас опять жду лета, искать какие-то возможности, чтобы поехать. Уже устали мы все от этой пандемии, конечно, сил нет. Вот, но не будем о грустном, да? Ждем, когда остынет обед. И, кстати, когда вот такая ситуация у вас возникает, кушать сильно хочется, а желудок прям реально уже на подсосе, еще и прогулялась так хорошо, да по свежему воздуху. Вот, в ожидании еды пейте теплую воду. Во-первых, спокойно, он перестает прям так требовать еды. Спокойно можно пережить эти там 15-20 минут, ну или меньше, ну не важно. Плюс, как я и говорила, покроется норма водички, да? Если перед каждой едой вообще минут за 15 выпивать стакан воды, это уже будет большое подспорье. Особенно, особенно зимой пить воду тяжело. Ниточку подцепила. Вот, ну что, буду отключаться. Спасибо вам большое за комментарии. Я читаю, но читаться не могу. Набегами туда прибегу. Вот сейчас пришла с улицы первым делом, уселась почитать то, что написал, все поотвечала. И с чувством выполненного долга пошла разогревать еду. Встретимся теперь с вами, не знаю, на ужине, на полденьке, на каком-то приеме пищи. Скорая у нас во дворе стоит. У вас так бывает? У меня почему-то, когда я вижу по дороге мчащуюся со звуковым сигналом скорую, не знаю, такое накатывает странное чувство. В общем, прям плакать хочется, понимаете? Ну вот, ты понимаешь, что просто в эту секунду кто-то до такой степени остро нуждается в помощи. И вот эта машинка с такими замечательными людьми просто летит, как ангелы-спасатели. Всегда у меня такая реакция. Даже сейчас уже прям накатывая, знаете. Дай Бог вообще никому не болеть, конечно же. Жаль, что так не бывает. У нас сегодня ясное небо, хотя мороз совсем малюсенький. Видите? Солнышко. Из-за дома немножко просвечивает. Дай Бог всем здоровья. Еще хотела показать вам свою красотулечку, да? Она цветет, и я все думаю, ну как же так? Неужели всегда выпускают по два, а то и по три цветочка. Оказывается, он меня не разочаровал, видите? Он почти открытый, прямо такой вот оттуда уже лезет. Здорово. Так что второй тоже на подходе. Красавчик. Большой прям такой. Ну вот для того я деток всех и вырезаю, чтобы основной сам цветок был широколистный. И цвел большим таким лепесточком почти с ладошку. Насыпала, видите, сколько пыльцы или что там это. В общем, сыпется с него. Красивый. Нежный такой, милый. Так, у меня был перекус. Я сейчас его сюда же вставлю. Я съела три мандаринки. В общем, 300 грамм мандаринки. Забыла отснять. И сейчас на ужин у меня 200 грамм овощей, огурцы, помидорки. Это я присыпала домашним чесночком и немножко солью. В контейнере, как всегда, типа мариновала. И 200 грамм у меня чечевицы отварной. И в нее я добавила 5 грамм сливочного масла. Вот. Еще будет кружечка чая. Без молока. И все. На этом сегодня все. И, наверное, буду закругляться с этим видео. Сейчас сяду для вас его монтировать. Большое вам спасибо за просмотры. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok